Гортензия зимостойкая Уже в июне на мощных побегах начинают распускаться внушительные полушаровидные соцветия, по мере цветения, постепенно меняя окраску с салатовой на отцепительно белую и переходя вновь в зеленоватые тона. Величенно смотрится она до глубокой осени, да и оставленные кое-где на зиму соцветия носят разнообразие в унылый морозный пейзаж. Ее мощные темно-зеленые шероховатые снаружи и гладкие с изнанки листья служат прекрасным фоном для белоснежных шапок. Каждый год с нетерпением жду пышного цветения, восхищаясь соцветиями, достигающими в диаметре более 25 см. Немногие растения имеют столь внушительный по размеру цветы. И в то же время неоднократно приходилось наблюдать на чужих участках пустых гортензий с мелкой светлой листвой и соцветиями размером с кулатек. В чем же причина такого разительного отличия? Ответ простой. Расположение и обрезка. Не все знают, что латинское название гортензии произошло от греческих слов «гидровода» и «агеон» – сосуд. По одной из версий, такое причудливое название растения получилось из-за повышенной требовательности к влажности почвы и непереностимости засухи. Возможно, поэтому также способствовало и свойство гортензии буквально истекать соком, как сосуд с водой при обрезке в период активного весеннего сокодвижения, подобно плачу виноградной лозы. Учитывая такие особенности, при посадке этого кустарника необходимо выбирать достаточно углажненное и желательно тенистое место, где летний зной не так сильно ощутим. Сама я не сразу пришла к пониманию этого. Сперва, стараясь украсить центральный вход перед домом, посадила у кольца приличный куст. Пару лет наблюдала, как он бледный, мучается на солнцепёке. Регулярные поливы и подкормки не меняли ситуацию. Растение выглядело угнетённым, не оправдывая моих ожиданий на сногсшибательный декоративный эффект. Полностью разочаровавшись, я махнула на гортензию рукой и пересадила на северную сторону дома, где у папоротника-салосника ничего не желала расти. Солнце бросает там свой редкий прощальный лучик с пяти до семи часов, так как с восточной и западной сторон находятся другие строения. И каково было моё удивление, когда буквально на глазах растение начало приобретать совершенно другой облик. Отрастающие молодые листья своей сочной зеленью и быстро увеличивающимися размерами всё больше поражали моё воображение. А когда наступила пора пышного цветения, я поняла, что растение благодарит меня за окончание своих мучений. К необходимости кардинальной обрезки гортензии меня также подтолкнуло само растение. Однажды после зимы с обильными снегопадами разросшийся куст встретил меня в довольно неприглядном виде. Мощные побеги были обломаны почти до основания и оставались лишь неровные концы по 15-25 см. Я решила, что цветение в этом году будет слабеньким. Но каково же было моё удивление и восхищение, когда начали распускаться первые соцветия. А таких внушительных размеров я до этого не встречала. Отдельные шапки были более 25 см в диаметре. Ветки буквально гнулись под их тяжестью. С тех пор ежегодно, осенью, я провожу сильную обрезку кустов гортензии, удаляя все тонкие ветви и обрезая мощные побеги на высоту 35-40 см. В этом случае растение не разваливается под тяжестью снегового покрова и летом радует пышным цветением. За все годы выращивания ни разу не замечала каких-то вредителей или заболеваний на этом растении. Лишь в очень засушливый год до гортензии добрался паутинный клещ. Но однократная обработка коллоидной серой спасла положение. Помимо всего прочего, гортензия древовидная, прекрасный флористический материал. Ее соцветия, срезанные осенью, долго сохраняют форму и окраску в зимних композициях. Единственный нюанс заготовки для этого подходят лишь соцветия в финальной зеленоватой окраске. Какой бы ни был соблазн срезать белоснежное соцветие, делать этого не стоит. В этой фазе цветы неизбежно начнут вянуть и сворачиваться, так как они очень нежны и напитаны влагой. А в осени, помимо окраски соцветия, меняется и их структура. Лепестки становятся суховатыми, как пергамент, и прекрасно сохраняют форму в срезанном виде. Такая красота! Аж ничего говорить не хочется. Всего Вам доброго! Посадите гортензию и удачи Вам!